Приветствую вас на канале начни вязать. Сегодня будет краткий мастер-класс как связать вот такую ажурную шапочку. Она очень тоненькая, как раз на осень. Достаточно ажурная, такая прозрачная. Так что именно осенний вариант. И я вам расскажу быстро сегодня, как сделать себе такую шапочку. Для вязания нам понадобятся спицы номер два с половиной, номер три. Понадобится пряжа метражом 100 грамм 400 метров. У меня это используется пряжа от Color City. Называется пряжа Муза. Здесь состав 70 процентов шерсти и 30 процентов лен. Цвет очень красивый такой бордовый с черными переливами, с небольшими красными вкраплениями. Можно подобрать какую-то такую же пряжу тоненькую метражом. За счет узора шапочка получается очень такая пружинистая и за счет именно этой пряжи. Поэтому на размер здесь примерно 55-58 и плюс-минус еще пару сантиметров, потому что она хорошо очень тянется. Для начала мы с вами набираем резиночку. Начинаем вязать резинку 2х2. Набираем любым вам любимым способом. Здесь обычный классический способ. Набираем 160 петель и вяжем резинкой 2х2 примерно 2 сантиметра в высоту. Больше резинку здесь не вяжу, потому что именно эта пряжа при вязании по кругу резинка у нее косит. Дальше мы с вами переходим на узор листочки. Очень красивый ажурный узор. Как вязать его у меня есть отдельное видео на канале, поэтому я вам сейчас показывать не буду. Я скажу лишь следующее, что после резинки мы переходим с вами на спицы номер 3 и вяжем один ряд лицевыми. Все лицевые провязываем, добавляя 8 петель. Это нужно для того, чтобы у нас получилось ровное количество раппортов для вязания ажура. Добавляем 8 петель равномерно в разных частях получаем 168 и того на наших спицах. И после резинки мы начинаем вязать дальше наши раппорты высоту узором. В видео с этим узором есть схема и там показано, что у нас раппорт это вот это вот расстояние. Мы вяжем с вами два раппорта и второй довязываем всего лишь до 30 ряда. У нас вот здесь всего высота получается 17 сантиметров. Мы довязываем до 30 ряда и вот здесь мы начинаем делать убавки. У нас заканчивается листочек вот в этом ажуре и мы оставляем только наши ажурные дорожки, то есть постепенно между вот дорожкой посередине листочка, которая идет и между ажуром, который идет уже вот здесь длинный, мы начинаем убавлять просто изнаночные. Я тоже вам сейчас вставляю схему, как мы делаем убавки. Начиная с 31 ряда, довязываем и последние ряды у нас по две петли вместе мы провязываем и оставшиеся петли стягиваем. Так что используя две схемы, которые есть в предыдущем видео с узором самим и как узор вязать и видео в этой схеме, как нам сделать наверху убавки, мы можем связать вот такую прекрасную шапочку. Пряжа у меня это держит ажуры, держит узор, она достаточно пружинистая, поэтому шапка получается такая объемная, красивая и интересная. Если пряжа у вас будет немного другая по составу, возможно результат может отличаться, поэтому берите пряжу, которая держит узоры, которая держит ажуры, резинку. Это конечно лучше что-то с мериносом, либо шерсть, которая держит вот именно, держит ажуры, очень такая пружинистая. И на этом все, после этого шапочку стираем, высушиваем и получается такая красота. Такой короткий мастер-класс, надеюсь свяжете себе новую шапочку к осени, спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok